Шесть машин отправили нашим воинам в зону специальной военной операции. Неравнодушные жители отдают авто, а волонтеры меняют необходимые детали, колеса, приводят технику в рабочее состояние. В среднем у специалистов на ремонт уходит около недели. Три машины у вас уже в помощь нашим доблестным воинам помогают на поле боя. На данный момент загрузано шесть единиц техники с гуманитарной помощью ребятам. И шесть машин проходят экстренное обслуживание. В кратчайшие сроки будут восстановлены и переданы нашим доблестным защитникам-воинам. Один из тех, кто отдал свою машину для нужд бойцов, это Николай Ильич. Уже скоро как год мой сын участвует в специальной военной операции. Служил пока в срочную службу, заключил контракт, с апреля месяца находится там. С соседей оймурцы обратились, что есть такая возможность отправить в зону спецоперации автомобиль. Ну, хоть он и нужен, конечно, по хозяйству, но тем не менее, там он нужнее. Я надеюсь даже, что, возможно, ему лично, сыну попадет этот автомобиль. Помимо машин, волонтеры отправляют и гуманитарную помощь. Гуманитарную помощь сходили, как и продукты питания, средства личной гигиены, тактическое оборудование, вещи для военнослужащих, нательное белье, лекарства, какое-то тактическое оборудование. На данный момент мы также продолжаем сбор гуманитарной помощи. Бурятшин Торг предоставила помещение и возможность для ремонта машин, а также подготовки к отправке военным. Одна из компаний республики отдала фуру, чтобы отправить посылки бойцам. К нам обратилась организация по поводу доставки груза. У нас фура свободная нашлась, и мы, переговорив с руководством нашей организации, решили, что отправим машину ради такого благого дела. Помогают и члены боевого братства. Именно они сопровождают фуру и передают посылки военным. И если вы хотите безвозмездно передать свою машину, то необходимо обратиться к ним. Андрей Слепнев, Валерий Каратуева, Бато Гармын. Новости дня.